Один из признаков, по которому уверенно мужчина может сделать для себя вывод, что он стал точно независим от женщины, а также от ее внимания. Кому интересно, ссылку на данную статью оставляю в описании под этим видеороликом. Вам говорю, давайте посмотрим. К сожалению, огромному сожалению, в наши дни ситуация встречается и плачевная даже для некоторых мужчин. Потому что достаточно высокий процент мужиков находится в той или иной зависимости от женщины, чем, тем более, что надо понимать, те другие, то есть бабы, они очень уверенно и очень охотно пользуются. Самое интересное, что эта вот зависимость все равно не помогает удержать вот эти вот, я бы сказал, токсичные ядовитые отношения. Женщина в любом случае уходит или она уйдет и при этом оставляя мужчину с алиментами, разделом его, тем более купленного только на его личные деньги, а такое тоже бывает в жизни, имущество. И вот здесь сложный комплекс связанных друг с другом параметров. И можно выделить как минимум два, которые находятся, скажем так, в режиме самых оптимальных, самых часто встречаемых. Первое, конечно, это эмоции. Эмоции, они родные. Несмотря на то, что их любят приписывать в основном женщинам, мужчина тоже в какой-то степени подвластен эмоциям и тоже ищет большой и яркой в своей жизни для себя любви. Тем более такой любви, я бы сказал, которая раскрашена разноцветной палитрой различных таких вот ярких красок. Второе, это навязанное мышление. И сюда нужно и можно отнести вот именно все эти должен, мол, обязан, которые всегда прививают вот такую вот модель поведения, при которой мужчина как бы невольно, знаете, сам по себе встает и попадает, конечно, разумеется, в зависимое положение от женщины. И что интересно, хочет он того или нет, он все равно попадает. Возникает хороший логический вопрос. В чем разница между зависимым мужчиной и независимым мужчиной от женщины? Это очень интересный вопрос, на который надо будет отвечать примерно следующим образом. Конечно, я вас удивлю, ну в смысле автор статьи вас удивит, но независимый мужчина максимально полно раскрывает суть нормальных отношений. Отношения, надо понимать, это такое вот, знаете, нечто, что должно приносить комфорт и удобство как женщине, так и мужику. И, разумеется, возможен такой вот небольшой эмоциональный перепад. И никто не говорит, что при первых же проблемах надо сразу брать, все обрывать и все бросать. Ни в коем случае. Суть, я думаю, в другом. Независимый мужчина находится в отношениях, пока они по большей степени приносят ему комфорт. Пока женщина показывает хорошее и уважительное, я скажу, от себя отношение. И как только вот это вот все вместе оно исчезает, оно, знаете, просто размывается, то пропадает и желание мужчины быть именно с такой самой женщиной. Надо понимать, что зависимый мужик, он терпит. Он настоящий, настоящий герой по всем параметрам олимпийского терпения. Ему не важен личный комфорт. Он привязан к конкретной женщине и не хочет уходить даже в случае больших проблем. И ради ее сохранения он готов даже провалиться на самое дно. Вернуться к своей бывшей, отдавать всю зарплату, теперь для него это унижительное, и я бы добавил пренебрежительное отношение, и так далее, и так далее, и так далее. Если вам, уважаемые слушатели, важно женское мнение, если вы готовы терпеть и быть в отношениях даже с той, которая приносит вам только один сплошной негатив и разочарование, то говорить о своей независимости от женского внимания, я думаю, что еще очень и очень рано. И напротив, если же вы цените себя, уважаете себя, если вы готовы оборвать отношения, если они перестали приносить вам вообще пользу, если вы даже не цепляетесь за любое проявление мимолетного женского внимания, например, как последний шанс, то у вас обязательно хотя бы чуть-чуть, но все-таки есть некий иммунитет, дарующий вам возможность выстроить что-то более здоровое, что-то более адекватное и прочное в плане отношений с другой женщиной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!